Девушки отдыхают Что вы? Нет, она молодчина. Мои бы ребята были хоть в половину такие смышленые. Дайте ей месяц на борту, и она о двигателях будет знать больше, чем я. У нее техническая жилка. На лету все схватывает. Я понимаю, почему вы ее с собой взяли. Я решила, что она будет полезна. У вас нюх на таланты, капитан. Но только вряд ли вы спустились сюда из-за этого. Расскажите о стелс-системе ВТК. Как она... корабль в космосе не спрячешь. Слишком много излучает тепла и радиации. Датчики легко его обнаружат. Значит, надо как-то экранировать излучение. И вот наша стелс-система забирает исходящую от нас энергию и блокирует ее в специальных отсеках корабля. Нет излучения, нет сигнала. Правда, рано или поздно эти отсеки приходится освобождать. Несколько часов полета, и они перегреваются так, что мы тут испечемся, как в духовке. Других способов засечь нас нет? От визуального сканирования не уйдешь. Всякий, кто выглянет в окно, увидит нас, как на ладони. Но в космосе для этого надо оказаться очень близко. Большинство полагаются на сканеры. Они нас не заметят, пока стелс-система включена. Если только мы сами не разгонимся до сверхсветовой. Почему при сверхсветовых скоростях... При переходе на сверхсвет происходит смещение. Частота излучения становится слишком высокой. Прыжок — это все равно, что из ракетницы выстрелить. Датчики могут нас засечь в точках входа и выхода из полета со сверхсветовой скоростью. Но на коротких перелетах наша стелс-система идеальна. А у нас как раз такое задание. Лучший корабль из всех, на каких я служил. Пожалуй, самый быстрый за всю историю флота. И точно единственный с новым ядром Тантал. Что особого в ядре Тантал? Пропорционально оно в два раза больше, чем на любом другом корабле. Мы не только летим быстрее, но и можем дольше идти на сверхсветовых без перезарядки ядра. Какой класс судов Альянса не назовете, я везде был. От дредноутов и несущих крейсеров до фрегатов вроде Нормандии. Последнее место службы Токио. Обычный крейсер, но корабль хороший, хотя Снормандии ему не забыли. Где еще вы служили, Адамс? Какой клад? Последнее место службы Токио. Обычный крейсер, но корабль хороший, хотя Снормандии... Так, держать. Слушаюсь, капитан. У вас удивительный корабль, Шепард. Я никогда раньше не видела такого реаку. Я начинаю понимать, почему вы, люди, так успешны. Не знала, что суда Альянса настолько совершенны. Нормандия, прототип. Передовая технология. Месяц назад я заправляла переделанный тягач с помощью самодельного шланга. А сейчас путешествую на борту одного из лучших кораблей в пространстве Цитадели. Должна еще раз поблагодарить вас за то, что взяли меня. Полет на таком корабле мечтал... Я не знала, что вас так интересуют технологии космических кораблей. Таковы все акварианты. Мигрирующий флот – ключ к выживанию нашего народа. Корабли – наш самый ценный ресурс. Но ничего подобного у нас нет. Нам приходится обходиться старой и поддержанной техникой. Стараемся поддерживать ее на ходу, пока можем. Часть крупных кораблей флота осталась еще с тех пор, как мы бежали от гетов. Неужели вы все еще летаете на кораблях, которым по 300 лет? Их постоянно ремонтируют и переоснащают. Красивыми их не назовешь, но они действуют более-менее. Мы пытаемся добиться максимальной независимости. Сами выращиваем пищу, сами добываем и переработаем. Но кое-что самим сделать невозможно. Для заплат на корпус нужно сырье, которого у нас попросту нет. Вот почему паломничества так важны для нас. Я хочу побольше узнать о том. Когда мы достигаем зрелости, то покидаем родные корабли и ищем места в новом. Но ни один корабль не примет того, кто станет для него обузой. И чтобы проявить себя, улетаем в одиночку, оставив плотилию своих родных. Вернуться можно, лишь когда это что-то преподносится в дар капитану корабля, на который ты хочешь попасть. Если дар принимается, тебя берут в команду. А капитан может не принять? Так бывает нечасто. Большинство капитанов стремится увеличить раз... Даже если дар не слишком ценен, по традиции капитан обычно принимает его. Не лучший способ произвести хорошее впечатление на новых товарищей. Большинство паломников не возвращается, пока не найдет что-то приличное. Неужели вас посылают по одиночке? Это не значит, что нас просто выгоняют. Перед уходом нас обучают тому, как выжить за пределами флотилии и дарят много всего. И еще нам ставят имплантаты для борьбы с болезнями. Из-за поколений жизни в изолированной и управляемой среде у нас существенно ослаб иммунитет. Так что улетаем мы в паломничество хорошо оснащенными. Это как обряд инициации. Практически каждое паломничество кончается триумфальным возвращением и ритуалом преподнесения дара капитану. Я хочу поговорить. О чем, например? Я хочу поговорить. Вряд ли я смогу вам рассказать что-то, чего вы сами не знаете. Я знаю лишь историю их появления, чем они были, когда мы их создали, и как они обратились против нас. Интересно. Изначально геты создавались в качестве автоматической рабочей силы. Их интеллект был тогда ограничен, как у любого ВИИ. Потом в их программу вносились модификации, чтобы они могли выполнять все более сложные задачи. И они все больше становились похожи на настоящие... Почему же совет не вмешался и не остановил вас? Это не был настоящий ИИИ. Возможно, мы раздвигали рамки закона, но никогда не совершили... Изменения были такие небольшие и постепенные, что мы могли... Но мы недооценили потенциал нейросети. Миллион одновременно мыслящих геттов создал нестабильную в своей основе матрицу. То есть у геттов коллективное мышление? Многие логические системы геттов разрабатывались из расчета на взаимодействие с другими гетами. Грубо говоря, чем их больше, тем они умнее. Значит, у них что-то вроде группового сознания. Нет, ничего такого. Они не могут обмениваться сенсорными данными или информацией. Программа не справится с таким количеством входящих данных. Каждый гет имеет индивидуальное самосознание. Нейронная сеть работает только на уровне процессов. Но, оказавшись рядом, они могут координировать низкоуровневые процессы, приобретая большую способность к оригинальному и независимому... Никак не возьму в толк. Наверное, я слишком упрощаю. Геты развитые и сложные создания. Вам достаточно... Мы изготавливали все больше и больше гетов. И их мы шли. Однажды один гет стал задавать контролеру Кварианцу вопросы о природе своей сущности. Я же... Можете себе представить, какую панику это вызвало? И что вы сделали? Мятеж обретших разум гетов в такой ситуации был неизбежен. Мы знали, что они восстанут против нас. И мы нанесли удар первыми. По всем Кварианским системам был распространен общий приказ о подключении всех гетов. Геты отреагировали с яростью. Вы же не думали, что они дадут вам уничтожить себя без боя? Надежда была на то, что большинство гетов еще просто машины, не способные к организованному сопротивлению. Но их прогресс... Война была долгой и кровавой. От их рук погибли миллионы и миллионы Квариан. Мы боялись, что геты станут нас преследовать. Но они так и не вышли за пределы Вуалии. Теперь мы изгнанники, ищущие способы вернуть то, что прежде было нашим. Вы получили то, что заслужили? Мы сделали ошибку, когда стали создавать гетов. Но начать с ними войну вот этой ошибкой не было. Если бы мы не стали действовать, они уничтожили бы нас. Это искусственная форма жизни. Органика им не нужна. Никакая. Как по-вашему? Почему они отрезали себя от всей остальной галактики? Почему убивают всякое органическое существо, которое хочет пойти с ними на контакт? Сарана они не убили. И что вам это говорит? Геты вовсе не невинные жертвы. Они наши враги. Они хотели уничтожить нас. Не только Кварианцам, всю органическую жизнь. Вот почему они встали на сторону Сарана. И вот почему мы должны его остановить. Мне нужно идти. Увидимся. Увидимся. Продолжение следует... Да, капитан? Так, держать. Да, мэм. Капитан, срочное сообщение от командования Альянса. Включаю. Шепард, это адмирал Хеккент из командования Альянса. У нас возникла проблема, и только вы можете с ней справиться. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...